Всем привет, с вами Крон, это World of Warplanes версия 0.4.3. Что сразу же бросается в глаза при входе в игру, это наконец-то появилось обучение. Но я его пока проходить не буду, поэтому пока что от него откажусь. Что еще бросается в глаза, но не при входе в игру, а при входе на сам сайт, так это то, что куча обновлений, куча переделок, новых кнопок, всего-всего-всего, поэтому, скорее всего, этот обзор не смогу сделать за один раз. И, точнее, за одну серию придется его делить на две. То есть отдельно будет ангар и все, что как бы у нас есть в ангаре. И отдельно будет уже непосредственно в бою, непосредственно, как изменилась боевая система. Следующее, что еще бросилось также в глаза, это звук, который стал очень громким, поэтому я его убавил. Посмотрите на настройках, все ли я поставил как следует. Не изменилось ли видео. Так, кстати, видео изменилось тоже. Так, меняем графику. Ну, как всегда, на максимум для самой лучшей картинки. А, все, максимум, 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 максимум. Угу. Посмотрим, как сменится картинка игры. Ну, снежинки только появились, разве что. Это все уже будет видно в бою, непосредственно. Что еще также сразу, наверное, вы замечаете, сразу вы ждали. Это, наконец-то, появился экипаж. Да, кстати, теперь всем дали по одному году премиум, поэтому копить голоду уже не надо. Можно ее тратить на свободный опыт, на серебро, на прокачку самолетов, на что угодно. Так, экипаж, экипаж. Какие-то морды у них грустные у всех. А вот этого дядьку, кстати, видел чуть-чуть. Где-то я его видел, он у меня, по-моему, на каком-то русском самолете сидел. Да. То есть у нас экипаж интернациональный. Думаю, еще переделал эти иконки, как бы, тестовые. Как бы, очень большой объем работы был выполнен. Пока что экипаж у нас, так понимаю, снять в ангар нельзя. Казармы интерфейса тоже еще нет. Можно обучить экипаж. 40 тысяч до 75-400 голды до 100%. Не знаю, это будет только на время бета-теста или полностью так. А сейчас зависимость прокачки, кстати, не как в танчиках. Где идет... Чем больше у нас, как бы, уже обучен экипаж, тем труднее его учить. А сейчас зависимость просто линейная идет. То есть каждый следующий процент учится точно так же, как и предыдущий. Посмотрю еще, как он будет изучаться, конечно, с какой скоростью. Возможно, будет это еще тяжелее, чем в танках. Появились новые умения, новые специальности. Разные для некоторых членов экипажа. Общая, я так понимаю, это выносливость и улучшенный обзор. Они для всех есть. Выносливость повышает здоровье экипажа. То есть больше пулен может себя принять. А улучшенный обзор увеличивает дистанцию обнаружения вражеских самолетов в секторе обзора этого члена экипажа. Как вы, наверное, знаете, или даже, может, не знаете, все равно вам сейчас расскажу. У каждого члена экипажа свой отдельный обзор. То есть, допустим, в тех же танках у нас есть в точке обзора это пушка и верх, по-моему, танка. Ну, могу даже ошибаться. По-моему, пушка и верх, да. Здесь же в самолетах обзор идет у каждого члена экипажа. То есть у пилота есть некоторый сектор обзора. Допустим, вот такой, да. У чей-то у нас, по-моему, штурман. Пилот у нас вот здесь сидит, да. Это штурман, стрелок. А у пилота тоже есть некоторый сектор обзора. И у заднего стрелька есть тоже свой сектор обзора. То есть, когда мы прокачивать будем экипажу дать умение, вылучшенный обзор, то мы будем раскачивать обзор именно в том секторе, где сидит этот член экипажа. Очень, кстати, удобная эта функция. Жалко, в танчиках такое нет. Можно переключаться вот этими кнопками между тремя членами экипажа. То есть не надо, чтобы перейти на другого, делать вот так, вот так, вот так и прочее, прочее. Ну, классно, кстати, сделали. Мне это нравится. Очень даже нравится. Что еще по экипажу, что появилось нового? А еще есть умения, которые можно учить только после такой излучины предыдущей. То есть, допустим, знаток моторов у штурмана и у пилота. У стрелка это зоркий глаз. Увеличив дистанцию бора стрелка. То есть, Михалыч будет стрелять дальше с этим навыком, но только после изучения первого навыка. То есть, идет как второй, как более такой хороший навык. Возможно, будут некоторые сделаны ветки навыков. То есть, изучаешь первый, потом изучается второй. Такая вот РПГшка получится для экипажа. Так, что еще у нас веселого? Сейчас их в казарму сидеть нельзя, уволить нельзя, нанять новых нельзя. Поэтому такие грустные лица придется смотреть все время. Надеюсь, что дальше у нас будут как бы новые звания. Кроме вот этих, кто есть сейчас. Хотя звание, конечно, унтерфебель. Фебель, жесть. Так, что следующее у нас сразу бросается в глаза? Количество кнопок вот здесь. Их стало намного больше. Появилась кнопка магазин, где можно купить самолет, где можно перейти к исследованию на фильтры различные. Можно отфильтровать самолеты по там дамагу, по маневренности, по скорости, по броне. То есть, там купить себе самый-самый-самый-самый бронированный самолет. Или там самый быстрый самолет себе купить сразу же. Здесь есть денежка и серебро. В смысле и опыт. Тут же у нас продажа. Ага. Продажа пока еще в разработке. Хорошо. Модули, ленты, бомбы, ракеты. Все тоже в разработке. Пока это купить нельзя. Соответственно, продать тоже нельзя. То есть, я подозреваю, что вот это будет у нас развитием склада. По которому очень много вопросов. Там весь чат постоянно забит. Как зайти в склад? Как продать со склада? Дальше. Развить осталось тоже. Появилась кнопочка достижения. То есть, теперь есть чем мериться. Теперь можно не только посмотреть статистику по каждому самолету. Узнать, на чем человек рулит, на чем не рулит, на чем он нищий. Также, допустим, сортировать по уровню. То есть, посмотреть, на каком уровне что у человека. По стране. Так, по типу нельзя. Так понимаю. По алфавиту. Это. Это, это, это. По количеству боев. Да, количество боев. И стата. Опыт. Ну, еще можно нажать такую кнопочку. У меня просто не исчезают все самолетики. Остается только ТШ-1. Потому что я как бы стараюсь летать на всем. У меня налета нету больше 50. Кроме ТШ. Потому что ТШ тащит. Здесь будут разные медальки. Медальки, я сейчас так понимаю, у нас трех типов. Это такие эпичные медальки, которые нужно заслужить, заработать. Ленточки, которые даются за достижения. Типа там, проживи 10 боев. Ой, нет, нет. Как же она называется-то? А, нужно убить десятерых и ни разу не разбить свой самолет. Или 10 наземок сбить тоже ни разу не разбиться. Ну, попробую сейчас взять. В следующем уже, как бы, в следующей серии. Что еще? Ленточки. Ну, и стандартные достижения, которые, так сказать, задропски. Там, убей тысячу самолетов, набери 50 ленточек и прочее, прочее, прочее. Ну, собственно, как в танках. Думаю, тоже будет больше медалек, больше этих различных ачивок, способов помериться и прочее, прочее. А что еще появилось? Еще появились вот такие звездочки. То есть, как бы, так как у нас игра для 12 с плюсом, там часто дети еще не умеют в этом возрасте читать. Вот, не в обиду к тем, конечно, кто умеет читать. Поэтому для них ввелись звездочки, которые позволяют очень быстро и сразу определить, какой самолет, допустим, прочнее. То есть, чем больше звездочек, тем самолет прочнее. Там, чем больше их на другом характеристики, тем, кстати, тоже она больше. Ну, как бы, чтобы не сравнивать, там, 358 и 390. Смотрим звездочки и радуемся. Но также эти звездочки не показывают именно по уровню. То есть, это среди всех третьих уровней, на каком уровне этот самолет по, там, по этому параметру. Немножко, на мой взгляд, конечно, неправильное сравнение. Потому что, да, мы можем сравнить, ну, там, шестые уровни и сравнить истребители одинаково. Но если мы, допустим, сравниваем сразу же шестой уровень штурмовит, то у нас хорошая прочность, хорошая огневая мощь. Это немножко некорректное сравнение все-таки. Другое дело, что если сравнивать самолеты разных уровней одного класса и с какими-то различными коэффициентами. Вот это уже было бы интереснее. То есть, можно было бы определить, какой из, там, Илов имеет лучшую прочность на свой уровень. И прочее-прочее. Ну, возможно, такое тоже еще введут, если меня посмотрят. Если мое предложение будет им понятно. Так, что еще появилось интересного? Премиум теперь нас предлагают продлить вот здесь. Там, где раньше было звено. Конечно, маркетинговый ход, я понимаю все. Ну, немножко портит все это, картину ангара. То есть, как бы, кто хочет премиум, он купит. Кто не хочет, он никогда не нашмет, не купит. Потому что у него нет желания, нет денег. Там, чисто из принципа человек играет без премиума. Поэтому, думаю, все-таки, вы из Лерая это сделали. А вот эти характеристики, по-моему, изменились тоже. То есть, там, что-то в патч-ноте писали, что будет по-другому через все эти формулы рассчитываются. То есть, вот дробные появились. А, время виража, оно и было дробным, да. Так что, возможно, если вы будете смотреть старые скриншоты с самолетами, то у вас вот эти параметры будут немного другие. Вот именно суммарные. Но, как бы формула изменилась, самолет может быть остаться тот же самый, но изменятся именно вот эти параметры. Так, что ж еще такого интересного у нас есть? А, звено. Да, звено у нас теперь вот здесь. Теперь у нас вот здесь кнопочка появилась «Бой звеном». Ну, с тем же самым интерфейсом. Ну, «Бой звеном» как-то все-таки неправильное название. У нас-то «Бой самолетом» будет. «Бой в звене», создать «Звено». Ну, что-то такое было бы классно. Не просто «Звено», да. «Бой звеном», ну, на мой взгляд, как бы это не очень звучит. Тренировочный, кстати, можно вот здесь. Один обучение пройти. Если вы сразу его закрыли, потом у вас паника, как бы так. Не получите ленточку, не получите голду, то вот здесь. В том же, где она была, наверное, и раньше. Но сейчас просто кнопочку «Бой» изменили. Раньше вот здесь была такая пристройка небольшая. Теперь она немножко справа у нас. Так, кстати, характеристики у нас по-прежнему полупрозрачные и плохо видные. То есть, что в прошлом патче трудно было читать серое на сером, еще и на прозрачном, на окошке, допустим. Да, вообще не видно надписи, приходится крутить. Что сейчас? То же самое, прозрачная табличка. Не знаю, дизайнер так задумал. Будем считать, что это дизайнерская такая находка веселая. Так, режим боя мы выбрали. Магазинчик мы тоже рассмотрели. Кстати, денежков у вас, я думаю, заметили, тоже прибавилось после патча, потому что из обслуживания проданы все снаряжения, все аптечки, магнитушители, бензин. Трудбензин, кстати, тоже переделан. Бензинчик, керосинчик для самолетов. Теперь он немножко больше будет давать скорости и форсажа, если я не ошибаюсь. Кстати, тоже добавили для свистков, по-моему. Первый свисток появился благодаря тому, что менялись уровни самолетов. Для них добавили теперь тоже модули. Теперь свистку можно поставить полировку обшивки для максимальной скорости. И свистку можно залить хороший очищенный керосин, который будет тоже давать плюс 10% максимальной мощности двигателя. Но я думаю, на свистках это очень нужная вещь. Там, где скорость рулит, где нужно либо быстро уйти от противника, либо быстро его догнать. Думаю, это полезно будет. Еще также переделали ленты. Изменили название ленты. Сделали больше разброс между лентами. Сейчас на примере, наверное, ИЛа 2 будет лучше показать. Где он у нас? ИЛ-2Д, ИЛ-2Д. Вот он. Так, что переделали-то у нас? Теперь у нас бронебойная зажигательная имеет урон такой же, как у бронебойной. Но при этом 15% вероятность пожара. Появилась бронебойная на фугасной. То есть, не как раньше универсальная была. У нее выше дамаг. Немножко, но выше, конечно. И вероятность пожара 10%. То есть, здесь мы выбираем больший дамаг и чуть меньше шанс пожара. Ну, опять же, все по желанию. То есть, да, там, допустим, на мелких уровнях веселее стоит. Ага, то есть, мелкие уровни фугасы тоже порезаны по вероятности пожара. Переделанно, переделанно сильно это было. Так, цены, цены. Кстати, цены тоже, по-моему, изменились. Вот я прошлых цен не помню, но, по-моему, фабы стоили дороже соты. И РСы тоже. Вот я помню цену на фабы, на седьмом, по-моему, на или восьмом. Ну-ка, седьмом уровне я помню. Где у нас, где у нас, где у нас? Да, цена изменилась. Раньше, по-моему, то ли две тысячи это было. Ладно. Что у нас еще? Что еще, что еще? Как вы, наверное, тоже заметили, у нас еще вот такая кнопочка появилась. Теперь здесь у нас все настройки. Зачем мы вынесли, я что-то понимаю, потому что всегда можно и скейт нажать. Тем не менее, это сделали. Развитие. Развитие тоже прицепило большие изменения. У нас добавились ветки самолетов. Я думаю, это тоже, как бы, одно из первостепенных изменений для всех игроков. Потому что у нас теперь есть третий, даже четвертый столбик во многих ветках. Думаю, он будет дополняться. Думаю, скоро будет разветвление по различным самолетам. То есть, очень широко будет расходиться. Про это, наверное, расскажу чуть попозже. Приложу, кстати, скрины с прошлого патча, чтобы можно было сравнить самолеты нынешние, самолеты предыдущие. И посмотреть, что это было. Также, кстати, были вроде правки у нас отдельные по мелким уровням. Правки по вооружению мелкие. Ну, как вы знаете, у нас правочки мелкие всегда, каждый патч. То есть, там добавили, там пришили, там отрезали. Еще в патч-ноте писали, что изменен чат. Там всякие тематические каналы, функционалы. Но чата нет, поэтому, собственно, описывать нечего. Вооружение, вооружение, вооружение. Увеличен урон пушек самолетов. Ил-2, Ил-2Д, Ил-8. Посмотрим, как он увеличен. Модули. Так. Старенький у нас. 45. НС. Старенький. 37 НС. Вот они. Ну, собственно, можете сами сравнить с новыми. Ну, конечно, есть увеличение некоторое. Ладно, пойдет. Увеличен дамаг РСов. 132-х РСов. 82-х РСов. Тоже можете видеть, как они его улучшили. Обещанный дамаг. Еще, по-моему, на Ил-2-м стоят другие 37 миллиметров. Ну-ка. Долго стали модули грузиться почему-то. Раньше, по-моему, намного быстрее грузились. Так, ну вот он, ШФК-37. В новой версии и в старой версии. Тоже увеличение за есть. Так, а еще, кажется, по ракетам, да. Еще были ракеты одни. Это, это, это. Это у топов. У топов. Игла 40-го, ТРС-132. Вот он. Это, как бы, старенький ТРС. Ну, и новенький. Еще по ТРСам. Было заявлено, что уменьшен, увеличен будет дамаг ТРСов 82-х. Но вот, такие у меня подозрения, что их ввели только в этом патче. Потому что вот я специально, как бы, смотрел, что что за ТРСы 82-ые. Вот тут не было их. То есть, были 132-ые, а 8-2-ых не было. Возможно, на каком-то там супертесте они были. Но информация чуть пораньше просочилась, чем появился патч. От самих разработчиков причем. Теперь по самолетам. По самолетам, что у нас появилось нового. Какие самолеты стали новенькие. Там куча-куча была правок перекидывания с уровня на уровень. Начнем, наверное, с СССР. А у нас теперь Ла-7 переделан. То есть, раньше у нас в Ла-5 это была одна из модификаций. Теперь у нас есть Ла-7. Он на 7-ом уровне вместо Ла-9. Вот, собственно, Ла-7 на этом уровне. И то, что было раньше на этом уровне, Ла-9 этого уровня. Старой версии. Старого патча. Ла-9 у нас стал восьмым уровнем вместо Ла-150. Вот, собственно, тоже характеристики Ла-9. И сравнение с характеристиками Ла-150. Можете как бы нажать на паузу, полистать туда-сюда. Посмотреть, сравнить. Выписать на бумажечку, если что-то так интересно будет. 150-ый, по-моему, у нас полностью удален из веток развития. Потом могут премиум его сделать, кстати. Вполне, у меня такая мысль даже есть. На восьмом уровне свисток советов. Возможен в премии. По штурмовикам. Ил-10 понижен. На него очень много жалоб было, что там убивают на Ила-10. Не очень. Поэтому, я думаю, из-за этого его понизили на седьмой уровень. Он теперь параллельно будет с Илом-8. Ну и развитие от Ила-2. То есть можно либо Ил-8 выбрать, либо Ил-10. Разница между ними... Ну, у-10 меньше прочность, выше скорость, маневренность. У-8 больше прочность. По-моему, у-8 у нас, да, у нас 45 мм можно поставить. Бомбовое вооружение хорошее. А у десятки у него 23 мм в основном ставится везде. То есть сядка, она более такая приспособлена для боя с самолетами врага. Потому что, допустим, на восьмерке 45-кой попасть очень трудно. 23 мм тоже более приятный ствол. Именно по истребителям врага. Соответственно, Ил-20 у нас... Кстати, Ил-10 просто так. И в сравнении с Илом-10, когда он был на уровень выше. То есть можно посмотреть, насколько его понизили. Соответственно, Ил-20 был тоже понижен на один уровень. Он теперь у нас... Получается, теперь он у нас восьмой. Да, восьмой уровень. Можно с двух самолетов его исследовать. Тоже, как бы, характеристики его после патча и характеристики его до патча. Ил-40 также с десятого уровня опустили на девятый уровень. Тоже можете характеристики посмотреть до патча и после патча. Но, к сожалению, характеристики только в стоке. Я их не прокачал. У меня усидчивости не хватило и времени свободного. И на десятый уровень введен новый самолет Ил-40П. Он такой забавный, с двумя движками прямо в серединке. То есть, не под крыльями они у него уже, а здесь получаются. По вооружению, по-моему, то же самое, что Ил-40. Ну, Ил-40, кстати, по-моему, ввели больше модулей различных. Посмотреть надо, еще сравнить будет. Так, а у Ил-40П, по-моему, просто в топовая комплектация. Большая скорость, большая прочность. Ну, чуть-чуть лучше Ил-40. Так, по советам, пожалуй, все. Следующий у нас еще у нас Германия. По Германии основные правки это были в основном в истребителях. Ну, в тяжах. То есть, в Германии переделали тяжа. Соответственно, вместе с этим переделали истребители, сдвинули. Поэтому так все получилось. Ну, в первую очередь, где-то сдвинули 410-го. Опустили его на шестой уровень. Так как сказали, что Михалычи будут у немцев на тяжах только до шестого уровня. Поэтому 410-й у нас опустился с своего... Или нет? Нет. 410-й остался на месте. То есть, он вот как был, так и остался. А с Виллинга перекинули с его седьмого уровня. Да, с седьмого уровня перекинули его на шестой. Теперь он параллельно развивается с двух самолетов. И вот с этого, по-моему... А, теперь он еще и с истребителя даже, кстати, развивается. То есть, через еще одна есть веточка. То есть, можно пройти по истребителям до Мессера 109-го. Френча и потом... Не Френч, вру-вру-вру. Фридрих. До Фридриха. И с Фридриха перекинутся уже на Звилинга. Звилинга или Цвилинга, не знаю, правильно. В комментариях напишите. То сколько живу, не знаю, как правильно его называть. Изменили следующим образом. Собственно, можно сравнить с тем, что стало сейчас. И с тем, что было, когда он был раньше седьмым уровнем. Где сейчас у нас 609-й. Собственно, его характеристики... После уже порезки... Или нет. Нет, нет, нет. 262-й он раньше был истребителем. Вот. Сейчас он стал тяжем. То есть, вот так он... Изменились его параметры. Уровень остался тот же самый. Соответственно, 109 ТЛ у нас тоже раньше был истребителем. Теперь он стал тяжем. Тоже характеристики сравнить, может, изменились они или нет. И топовый раньше истребитель, Мессер 262-й, стал теперь тоже у нас тяжем. И тоже, как бы, можете сравнить с тем, что было, с тем, что стало. А по истребителям изменения у нас следующие. 109F, который раньше был у нас, я понимаю, одной из модификаций Ешки. Он теперь стал у нас отдельным самолетом. На шестом уровне. Вместо Густава. То есть, если у вас был исследован Густав, открыты все модули, то теперь у вас есть и Фридрих. Посмотреть даже на него в ангаре, на что он стал похож. Фридрих на шестой уровень. Где у нас? Вот он. А, ну да, подвесные пушечки две штуки. Сколько они у него? 20. То есть, 3 по 20 и 7,62. Это очень похоже на Густава. Да, такой есть вариант Густава. Это в таком летал, кстати. Только там место 7,62 ставил 13 миллиметров. То есть, на Густаве, я так понимаю... Да, тоже можем 20-ки поставить. Отличие у Густава в том, что побольше, по-моему, прочность, чем у Фридриха. Ну-ка. Да, выше прочность, огневая мощь за счет тридцаток прибавляется. Чуть-чуть показатели по скорости другие. То есть, Густава у нас подняли на седьмой уровень. Добавили Фридриха вместо Густава. Изменили также следующие самолеты. У нас 209А1 раньше был с вот такими вот показателями на седьмом уровне. Теперь он у нас восьмой, соответственно. Кстати, по Густаву. То есть, вот такой у нас Густав топовой комплектации сейчас. И вот, собственно, такой он был у нас, когда был на уровень ниже. Так вот все это с ним произошло. Дальше. 209-ый я уже рассказал. Следующий у нас добавили. Это уже абсолютно как бы новые самолеты. То есть, их раньше не было. Мессер П-1092. Что по нему сказать? Это можно. Большой выбор движков, которые надо развивать, развивать и развивать. Корпус новый. И 4 по 20. Ну, в принципе, неплохой, думаю, будет самолетик. Тем более, насколько я так читал про него, чуть-чуть он очень маленький такой. Думаю, он вертким будет весьма. Ну, надо смотреть. Надо качаться, смотреть. Когда вот только качаться. И до этого у нас... Следующий у нас будет вот такой. Отличие не особо, конечно, большое. Немножко больше прочности и маневренности. Вооружение, по-моему, вот... То же самое остается, да. Движок по мощности чуть-чуть лучше. Ну, 10-ая версия, немного улучшенная версия 9-ая получается. Те у нас самолеты, что раньше были на топовых уровнях в штурмовиках. Это мессер 1099-B и мессер P110-2. Они теперь у нас удалены из веток развития. Возможно, потом будет какая-то альтернативная ветка мессеров. Подозреваю, что будет альтернативная ветка мессеров с Михалычем сзади. И вот как раз по ней будет. И можно пройти вот тем старым самолетом, где и были, Михалыч, хорошие. Так, США. США чуть-чуть изменили истребители. Теперь у нас 8-й уровень. P51H появился. Вот такой H-Mustang. Это в сравнении с предыдущим GP-шкой. GP-шка пока что из веток развития удалена. Возможно, какая-то еще будет версия мустангов. То есть там как-то расходиться они будут. Не знаю. Посмотрим, 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 посмотрим. Собственно, по ангару, наверное, все. И так, наверное, много заговорился. В Японии змеи никаких пока нет. Новых веток не добавляют. Если вы досмотрели до конца, это, понимаю, вам понравилось. Подписывайтесь. Здесь будет рядышком сейчас ссылочка на вторую серию. Ну, не сейчас, как бы, я сейчас сделаю первую. Запостите ее, чтобы можно было пока посмотреть. И буду делать вторую. Уже непосредственно изменения в бою. Как изменились карты. Какие появились новые карты. За что даются медальки. Как стало летать на новых самолетах. Проще или, наоборот, сложнее. Все это будет.